Заработать на интернет-покупках в Китае очень просто. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru Более 960 интернет-магазинов и удобный интерфейс. Перейди по ссылке и начинай зарабатывать с китайских покупок уже сейчас. Как получить премиум-аккаунт в подарок, смотрите в описании. Сейчас я буду жечь. Кроме всего прочего, мы узнали от господина Порошенко о том, что он гениально договорился о закупках американского угля для Украины. 2 миллиона тонн угля теперь Украина будет покупать у Америки. Теперь стало ясно, сколько стоили 6 минут приема у Трампа. Это плата, это взятка за 6 минут по разговору Трампа. Знаете, схема простейшая. Во время избирательной кампании на Украине все, начиная с Порошенко и заканчивая всем его окружением, обзывали Трампа как могли. А у Акова говорил, что он маргинал, опасный маргинал. Они были убеждены в том, что Хилари Клинтон победит. А что говорил Ков-то? Это отдельная песня. Секунду, секунду. Мало каялся. Это первое. После этого стало ясно, что на самом деле для Трампа приоритетность украинской темы, она отодвинулась, так сказать, на несколько позиций как минимум. Как вернуть эту вещь? Вот как вернуть, во-первых, себя в центр внимания американского президента, и, во-вторых, оправдаться за ту дурь, которую несли украинские политики во время избирательной кампании. Как вы говорили в нашем фильме, надо дать в лапу дяде Дональду. Надо дать много, чтобы он взял. Дядя Дональд Трамп всем в Америке обещал, что он вернет производство в США. Он говорил это в том числе и угольщикам. Вот где бы найти таких дураков, которые бы покупали бы американский уголь? Так они сами приехали. Их и искать не надо. Они сами приехали, предложили себя. Давайте мы у вас... У нас там на Украине есть уголь, но он плохой. Он неправильный. Давайте мы у вас купим в три дорога ваш уголь, а вы забудете, что мы обзавали вас земляным червяком, так сказать. И вообще будете иногда вспоминать про Украину. Это чистенько, что это взятка. Но ведь этот уголь дешевле. В Америке? Ну, конечно. Ну, однозначно. Особенно, когда его перевезут через Глодический океан. Он дешевеет на глазах. А он, наверное, этот уголь самодоставляющийся. Телепортирующийся. Каждый из 100 морских миль... Телепортирующийся. Он сжиженный. Каждый из 100 морских миль... Да, каждый из 100 морских миль он дешевеет и дешевеет, а в Украину приходят практически бесплатно. Ну, то есть ясно, что это такая чушь, которую придумать было невозможно. То есть Порошенко подходит к Трампу и говорит, товарищ, а у вас угольку не найдется? Он приехал, он приехал заключить... Он приехал заключить невероятно невыгодную для Украины сделку и еще выдает это якобы за мощнейший успех своей политики. Но это действительно, тут уже логики абсолютно нет никакой. Можно, в принципе, догадаться, почему он так слабо справлялся с теми ветеранами АТО, которые блокировали поставки угля из Донецка и Лугадской области. Кто знает, может быть, там тоже прослеживала какая-то схема. Я не исключаю этого. По крайней мере, сейчас мы видим, да, это чистая вода взятка, причем невыгодная для Украины. За что? За то, чтобы Порошенко приехал и смог сказать, вот мы опять в центре внимания. Это по поводу уголька, да? А по поводу трубопровода, слушайте, но вот вся эта ситуация демонстрирует такую беспринципность украинской власти. Украинская власть говорит с утра до ночи, как ей важно оторваться от России, как ей важно забыть про Россию, как стратегически необходимо... Прощай, немыка, Россия, и забери свой газопровод. Обрезать все, так сказать, связи с Россией. И вдруг... Или газопровод. Не знаю, как точно. Слушайте, вот украинские патриоты, ветераны АТО и прочее, скорее всех газопроводов, это та, так сказать, нить, которая связывает ныньку Украину с проклятой тоталитарной Россией. Ее надо срочно заткнуть, ну чем у кого что есть, так сказать, затыкать ее и не дать грязному кремлевскому газу идти в Украину. И вообще, как Порошенко может брать грязные кремлевские деньги? Ужас. Ужасные 2 миллиарда денег за вот этот ужасный... Да, слушайте. Трубопровод это наследие тоталитарного режима. Как и памятники Ленину, они должны быть снесены. Срочно. Срочно и сейчас. И только тот, кто предает интересы Украине, может выступать за хранение российского транзита. А если серьезно, то действительно абсолютная беспринципность. Полная беспринципность. Значит, мы вам будем гадить на голову, но денежки хотим от вас получать. Мы говорим, что Россия и Украина это вообще две разные планеты, но трубу, так сказать, оставьте. А мотивация насчет того, что это месть за реформы в энергетической сфере, это просто смешно. Слушайте, для нас все эти северные и южные потоки на самом деле были большой проблемой. Начались они задолго до Майдана, кто не знает. И причина была только одна. Украина ненадежный транзитер. И использовала трубу для политического шантажа регулярно. Плюс воровал этот газ. Именно поэтому пришлось вкладывать миллиарды долларов в северные потоки, в южные потоки. Нам это было не нужно. Пусть бы она текла по этой трубе, и слава богу, модернизируй бы ей все дела. Слушайте, это 6 минут, которые потрясли мир. Но мир этого не заметил, правда. Здесь, кстати, между прочим, после этих 6 минут Порошенко вынужден был сказать, что только минские соглашения, и больше ничего. Видимо, все-таки его как-то сориентировали там, что по-другому не получится. Хотя известно скептическое отношение Порошенко, его окружения к минским соглашениям. Но, тем не менее, то, что говорит господин Ковтун, очень хорошо отображает ту искаженную реальность информационную, которая на Украине существует. Есть глобус Украины, тетрадки в кружочек, и так далее, и так далее. Вот там совершенно все по-другому. В этой реальности, которая формирует, в том числе, заявление Порошенко, почему мы их обсуждаем? Потому что эти заявления формируют внутреннюю, в первую очередь, информационную среду на Украине. То, что там на Запад, к нам, это вторично. На самом деле, Порошенко работает с Украиной. Для него убедить украинцев в том, что все идет по плану, что он суперуспешен, что на самом деле весь мир с ними, и Запад им поможет, это является его единственным и самым главным аргументом. Другого ничего нет. Больше не о чем рассказывать. Поэтому они будут качать эту тему. Из шести минут раздувать, так сказать, там невероятные последствия. И рассказывать всем, как Россия завтра завалится. Не сегодня, а завтра. Она просто разрушится, и так далее. То, что мы не знаем фактов, то, что сегодня не 21-го года, а 17-й, не имеет никакого значения. Потому что в контексте украинской реальности этого нет. А есть только невероятный успех, который Порошенко транслирует. Поэтому все это он говорит в первую очередь. Ни нам, ни Западу, ни Америке. Он говорит это своим гражданам. Им главное парить мозг. Мы здесь вспоминали про предстоящие выборы. Я вас уверяю, Порошенко пойдет на эти выборы. Он пойдет. И именно вот таким образом он и будет убеждать, что называется, население, что все на самом деле хорошо. А если что-то плохо, то это Россия виновата. А тех, кто не захочет, отключит мирный план Порошенко, введение военного положения на Донецкой и Луганской областях, в тех частях, которые находятся под контролем Киева. Этих людей от выборов отодвинуть. Остальным вот этими вещами запудрить мозг. И опять страшная Россия. Пару инцидентов, что-нибудь в этом роде. И вот так вот можно будет победить. Кто конкуренты? Госпожа Тимошенко? На нее есть Савченко. Надя Савченко. Подождите, мы знаем точно, кто главный конкурент, которого они дико боятся. Вот как раз в понедельник, день рождения у Захарченко. Вот его они боятся страшно. Воин, человек, которого любит его народ, человек, который не боится проводить прямые линии со своим народом. Но это не на выборах. Полный антитеза Порошенко. И это не на выборах. Причем интересно, вот тут мы проведем, я слышал буквально сегодня результаты соцопросов, которые говорят, что даже до сих пор, несмотря на все, что произошло, одна треть опрошенных украинцев высказывается за то, чтобы русский язык стал вторым государством. Это что говорит? Это говорит о том, что несмотря на все эти титанические усилия, полностью решить эту ситуацию ни Порошенко, ни его людям, ни всем не в нацбатам не удается. От этого, между прочим, такие радикальные меры. Там закрыть каналы, запретить русский язык, потому что не получается. Так вот, вот эти заявления, плюс выключение из процесса людей на Востоке, плюс шельмование своих оппонентов, двух наиболее вероятных претендентов, там Тимошенко и Савченко, столкнуть с собой, сказать, ну там две бабы борются друг у друга. Которые яйцами закидали. Да, так сказать, отнимают друг у друга проценты. Это и есть, я так понимаю, предварительная стратегия победы на следующих выборах. Но с чем я согласен, здесь было об этом сказано, что Майдан это такой ядовитый ноу-хау, что если вы его пару раз применили, он и дальше будет вас преследовать. Вы думаете, вы можете применять его только в свою пользу? Ничего подобного. Если вы это внедрили в свою политическую культуру или псевдокультуру, как главный признак легитимации, вы с этим столкнетесь еще не раз. Но что если только Майдан и площадь могут легитимировать результаты выборов, вы и сами станете жертвами этой технологии еще несколько раз, это точно. Здесь вопрос в другом. Во-первых, все-таки ситуация... Да, Украина это олигархат, но после 2014 года ситуация стала гораздо менее устойчивой, потому что появилось большое количество других игроков, многие из которых совершенно не системные, которыми управлять вот просто так вот на раз, кнопкой, кнопкой, не получится. Ситуация сложнее стала, и управлять ей сложнее. И целый ряд коллизий, в том числе блокада этого угля, это показывает. Хотя там тоже все достаточно лукаво. Во-первых, во-вторых, я уже сказал еще раз повторю, сам феномен Майдана, который якобы только он один легитимирует власть, он автоматом подорвал доверие к выборам как таковым. Вот внутри украинского общества в том числе. И он может вернуться. И вернется в самый неожиданный момент. И самое-то главное, что... То есть как она будет развивать ситуацию, непонятно. Даже несмотря на то, что Порошенко сейчас кому-то показал до момента выборов, в чем может многое измениться, потому что много несистемных факторов стало. Но самое-то главное, что вот это все возня в стиле украинской политики, и на самом деле ничего нового в ней такого в принципе не произошло. И до 14-го года было примерно то же самое. Сейчас просто стало хуже гораздо. Но это вся возня. Как бы совершенно по секунду. Вам нравится очень хорошо. Нравится. Ну, кто-то может от этого получить удовольствие. Мы не такие извращенцы, так сказать, да? Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что для Украины лучше не станет... Если даже Порошенко решит вопрос власти, для Украины лучше не станет, как для суверенного государства. Сколько раз вот с украинцами еще до 14-го года говорил там, нравится вам Россия, не нравится, так сказать. Хотите вы с ней иметь отношение, не хотите. Но вот вам досталось в результате распада Советского Союза, не вы завоевали, вам досталось. Такая огромная территория с таким шикарным ресурсом. Вот ее интересы надо соблюдать. А ее интересы однозначно будут, ну, как минимум, в балансе между Западом и Востоком. Вот как минимум в этом. По-другому не получится никак. Вот этот баланс давно уже это проехали. Теперь за последние три года разрушено и многое из того, что было. То есть, да, Порошенко решит свой вопрос. А что он решит для Украины? Что он решит? Он же на свою задачу не ставит. Он что, вот в том-то и дело. Он что, решит вопрос экономики? Нет. Он решит вопрос мирного регулирования Донбасса? Нет. Он решит вопрос отношения с Россией? Нет, не решит. Ему на все это наплевать. Вот в чем проблема украинской политики. Даже с точки зрения, я вам напомню, как были реструктуризированы долги. В случае, если будет рост экономический в Украине, то есть, эти, ну, прибыль, которая будет, да, ее сразу будут изымать. Стимулов даже нет для того, чтобы развивать экономику страны. В этом и проблема, что Порошенко и вся эта команда загнали Украину в такую позицию, ну, мягко говоря, в букву ЗЮ, в которой она явно зависит на многие-многие годы. И чем дольше такая ситуация будет сохраняться, чем дольше Порошенко будет решать вот таким образом свои проблемы, тем хуже для Украины. Перспективы только будут ухудшаться, независимо от конкретных персоналей. В этом проблема. А насчет Львовской области, слушайте, а Порошенко, к сожалению, зачем-то признанный нами президент несчастного государства, которое подверглось перевороту на цыске сволочей. А польская агентура во Львовской области работает настолько открыто и нагло, что ее практически СБУ вообще не может ее брать. Они берут этих людей, им говорят, отпустите их. Отпустите. Почему? Потому. То есть, вектор понятен, на самом деле. Это уже там территория, где совершенно другие законы работают. То есть, будет открыт? Да. Но это не исключено. Это разложение, а потом открыт. Я говорю совершенно серьезно. Они, когда самопомощь, партия шла, так сказать, на выборы, когда она организовывается, они же открыто говорили. Они открыто говорили об автономии. Они открыто говорили о том, что, так сказать, да, они будут действовать самостоятельно. Знаете, главная же идея в чем? Надо срочно приватизировать государственные предприятия. Зачем? Потому что. Какой критерий? А чтобы продать. Чтобы продать. Зачем, тоже не понятно. Игорь Иванович Шувалов очень остроумно, когда его стали мучить вопросом по поводу приватизации, он сказал, что есть замечательный ответ Ликванью. Когда к нему пришли и сказали, вам надо продать сингапурские авиалинии, которые государственные. Он говорит, ну, а зачем? Ведь это сейчас лучшая в мире компания, но на тот момент была, до Аэрофлота. И крайне эффективная. Так продать зачем? Вот на этот простой вопрос мы никак не получаем ответ. То есть продать, когда рынки на низах, и продать кого, что и как. Неэффективных обязательно. Но при этом никто не говорит, что давайте хотя бы государственные компании, а бежим избавиться от непрофильных активов. Ну так, чуть-чуть. Об этом никто не говорит. Это страсть. Потому что их волнует вопрос не продать зачем, а продать кому. Вот. Вот главный вопрос. Продать кому, и кто после этого будет конкретно иметь эти дивиденды. Там диктатство неэффективно, надо продать, но надо думать. Здесь проблема-то основная именно в том, что действительно нету, так сказать, все-таки не хватает долгосрочной стратегии. Почему? Потому что мы видим ситуацию, знаете, такого нового сословного общества, в котором каждое сословие занимается тем, что соблюдает свой конкретный маленький интерес. Вот здесь правильно сказал, так сказать, изобретаются новые формы отчетности. Правильно. Есть чиновники? У чиновников есть совершенно понятные, так сказать, цели и задачи в их конкретной деятельности. Есть понятные ограничения и там перспективы. Они в рамках этой системы координат и живут. Например, новая идея. Ты пойдешь с новой идеей к начальнику? Я нет. А ты пойдешь? Я нет. А ты? Пусть он тебя, так сказать, да? Не, я тоже не пойду. Тогда давай мы лучше со старой идеей поработаем, значит, оборудуем ее некими, так сказать, новыми терминами и приобретем ее как новую и супермодную, да? Дальше там следующее, так сказать, сословие людей, которые там тоже вот бигдата, так сказать, чей, блокчейн и прочее. Они вообще отрывались от действительности. Вот то, что там происходит внизу, они смотрят, вот, летят на своем персональном самолете. Так, что там такое, так сказать, Россия? Интересно, интересно, так сказать, да? Интересно, да, как бы. А вот ты слышал про бигдейта? Слышал. А ты можешь так бигдейта сказать? Вот, я не могу, тренируйся. Я, кстати, думаю, надо в министерстве открыть курсы по правильному произношению. В этом смысл. И вести отделы бигдейта, блокчейна и бигдейта. Вот где-то у них, это тоже такая, знаете, квазисекта. Есть где-то такое сакральное знание, описываемое такими вот интересными, неизвестными нам, так сказать, терминами, в котором, если это сакральное знание получить, тогда ты точно прорываешься в будущее. То, что это к реальности не имеет отношения, это очевидно. Но для них это и есть реальность там, да? Третье, это со словом, предположим, бизнес. Вот приехал бизнес на форум. Но для бизнеса ему самое главное, как сделать так, чтобы меньше тратить и больше получать? Остальное его вообще не интересует, если честно. Меньше тратить и больше получать. Все, все остальное вы можете говорить там про стратегии, про все, что угодно, там про людей. Они говорят, да, 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 но по большому счету другое их ничего не интересует. Так вот вопрос в том, что не хватает того или тех, кто объединит все эти частные интересы в стратегию развития страны, которая нуждается в особой стратегии развития. На самом деле, никакой свободный рынок не может отрегулировать развитие такой огромной страны, как Россия. Да я, честно говоря, подозреваю, что никакой другой не может отрегулировать. Но вот этого на самом деле не хватает. Что касается Перетербургского форума, то он в первую очередь все-таки был направлен на внешнюю презентацию. Это очевидно. Общались с внешними потенциальными инвесторами, компаниями и прочее. Поэтому и мы говорили, ничего о политике мы говорить не будем. Только диалог, только сотрудничество. А что еще мы им должны сказать? Это мы им и сказали. Это мы и продемонстрировали, что вот все, что вы там говорите про нас, про то, как мы плохие, это все не правда, а правда то, что мы готовы работать. Ну ясно, но тем не менее, по-прежнему не хватает большой стратегии. И я считаю, что причин много, но одна из причин именно та, которую вы только что говорили. Давайте все продадим. Все-таки вот эта идеология, все продадим и попилим, она продолжает доминировать в умах огромного количества людей. То, что это из блатных терминов, таких, знаете, в 90-х, перешло в термины блокчейна, ничего не изменило. Вот в чем проблема. Почему я и разумею? В продолжение этих рассуждений, все-таки, мое глубокое убеждение, что страной вообще, и такой страной, как Россия, точно уж нельзя управлять как бизнес-проектом. Мы здесь говорили о том, какая должна быть экономика, что, какие цели она должна, так сказать, преследовать, чтобы люди больше получали денег и прочее. Экономика в любом случае должна нести на себя социальные функции. А больше денег это... Социальные функции. Если вы управляете экономикой всей страной, как бизнес-проектом, вы неизбежно придете к тому, что ради увеличения прибыли конкретной группы управляющих вы должны оптимизировать расходы и в том числе население, избавиться от неликвидных активов и прочее, прочее. Поэтому в любом случае элита должна думать о том, что управлять экономикой просто с точки зрения получения доходов не получится. Почему я критически высказался по поводу цифровой экономики? Не потому, что я против нее. Да, это реальность. Несомненно, она, так сказать, придет. Вопрос только в том, чтобы не делать из нее фетиш, понимаете, из цифровой экономики. Невозможно перепрыгнуть совершенно естественные вещи. Цифровая экономика не создает рабочие места, а убивает. Это объективно. Нравится, не нравится, это так. Она их ликвидирует. Люди, которые, так сказать, реальность, они чем будут заниматься? Вот это вопрос. Поэтому цифровая экономика будет создавать сверхприбыль для все более узкой группы людей. А с остальными людьми придется, так сказать, заниматься еще чем-то. Так вот, чтобы не очередной раз, не себя очередной иллюзию не создавать в виде цифровой экономики и не пытаться управлять страной как бизнес-проектом, надо все понять, так сказать, что делать с остальными. Это крайне важно, на самом деле, потому что это критически важно. Иначе, иначе эти остальные, они снесут все эти вещи, им плевать на всю эту цифровую экономику. Поэтому здесь поиск оптимума. Я чувствую нас... Я чувствую... Николай Рыбаков, заместитель председателя партии «Яблоко». Мне, конечно, хотелось бы многое прокомментировать, потому что я сам 8 лет возглавлял некоммерческую организацию, экологический правозащитный центр «Билона». И прежде всего я не могу, извините Сергей, до вопроса вам, не ответить Николаю. Николай, мне кажется, это каждый человек сам по себе судит относительно того, кто финансирует, и что вы потом за это делаете. Я могу сказать, что мой опыт... Я 8 лет был директором организации. Мы получали и иностранное финансирование, и российское. И хоть бы один раз кто-то из фондов, организаций или граждан российских, потому что иностранцы не могут финансировать, сказал, что «А вы должны заняться вот этим?» Никогда. Это просто недостойно. А я напомню, ты должен быть благодарен, потому что «Билона», насколько я помню, вскрыла слив российского ядерного топлива. Собственно говоря, все и началось. С чего «Билона» началась? С того, что обвинялись, что мы скрыли рационное загрязнение, не обвиняли в госизмене. Тогда эколога Никитина посадили. Это была расстрельная статья, когда его посадили. А потом это стало государственной программой, то, что мы скрыли. А сейчас ты живешь в этом городе, который не спасает. Но он сидит хоть? Нет, конечно, выиграли. Это было единственное дело, которое было выиграть. Я в том, чтобы никак кровавую морду не придумать. Ну, потом сожжал много паськов и так далее. Не про это сейчас. Проблема в том, что мне кажется, что вместо того, чтобы... Зарплаты хорошие, фондовый. Ну, так, давайте отдельно. Увы. Вместо того, чтобы реагировать на ту критику, которая высказывается НКО совершенно различными, вы привели пример только одной организации. А в итоге гибнут и страдают огромное количество организаций, занимающихся бездомными, инвалидами, защитой животных. Потому что такой прессинг оказывается в результате этого. Сколько организаций уже погибло? Я говорю в одну организацию. Из Нижнего Новгорода, Дронт. Ну, ничем вообще организация всегда... Губернатор, все власти ее всегда приглашают. Потому что понимаете, что это реально занимающаяся организацией активностью в Нижнегородской области. Внесли в реестр иностранных агентов. А внесение в реестр иностранных агентов это значит? Что? Что на вас черная метка. Ну и что? Я не беру деньги, мне надо делать агентов. Если бы я прав, делайте мне агентов. Зачем? Вместо того, чтобы признать за некоммерческими организациями, как и за любыми гражданами России, а это их добровольное объединение, право критиковать власть. И, собственно говоря, они созданы для того, чтобы добиваться изменения формирования государственной политики в своем направлении. Изменения государственной политики не спрашивали про политику. Пожалуйста, политика. Вместо... Так вот, надо предъявить, что если мы договоримся, что политика это участие в выборах, и некоммерческие организации не участвуют в выборах, то дайте им свободное право заниматься государственной политикой в том направлении, которым они, собственно говоря, с властью занимаются. А почему вы не можете заниматься, если вы иностранный агент? Я лично не иностранный агент. Я не про вас, я не понимаю. Но тебе сказали, ты иностранный агент, в чем черная метка? Потому что представьте, что на вас стоит черная метка, а в России, когда иностранный агент, это фактически шпион... Что конкретно происходит? Конкретно что? Можно я к вопросу действовать? Начнем вопрос. Почему? Вместо того, чтобы изменять ситуацию, делать жизнь в стране такой, чтобы не было желания у людей выходить на улицы, бороться, вместо того, чтобы бороться с коррупцией, вместо того, чтобы перестала коррупция быть частью российской жизни, мы боремся с некоммерческими организациями, которые, собственно говоря, требуют защищать российское и соблюдать российское законодательство. Вместо этого мы боремся с ними. Это неправда. Это неправда. Дело в том, что это две разные вещи. Это, знаете, называется перевести стрелки. Вот как это называется. Борьба идет с организациями, работающими на иностранные деньги. Все. И больше ничего. А не с коррупцией. Вы хотите убедить нас, подождите, вы хотите убедить нас, подождите. Общественно-политически борьба с раком не является общественно-политическим вопросом. Вы хотите убедить нас, секунду, секунду. А, извините, борьба с раком и реформу медицины не одно и то. Покупать технику, запущенные иностранные деньги. Какую реформу медицины делали в последнее время здесь иностранцы? Дайте я отвечу. Никаких. Скворцова сделала сама. В результате чего продолжительность жизни увеличилась. Ну, понятно. Дайте я отвечу. А покупали перефиральные центры, покупали машины скорой помощи на иностранные гранции. На самом деле то, что это, что называется, смешивать понятия, это очевидно. Это, знаете, такое передергивание. Есть какое-то количество организаций, которые действительно не имеют отношения к политике. Да, есть. Но и работают. И работайте дальше. Из них есть какие-то организации, которые получают деньги иностранные. Их просят назвать эти источники. Назвать эти источники, да? Слово «иностранный агент» взятое из американских законов. Не так ли? Это просто калька с американских загадочек. А зачем копировать американские законы? Это просто... Она так нравится. Потому что вот нам это будет... То есть не надо... Секунду, секунду. Не нравится, не берите деньги. Подождите, нет, отождите. Просто все то, что вы говорите, не имеет отношение к жизни НКО, которое я знаю. Прямое. Вы думаете... Ну, вы же 8 лет были. Вы что думаете, я не знаю, как НКО живут? Я прекрасно знаю, как НКО живут, потому что я видел их работу на Украине, в Киргизии, в Армении, в Грузии. Я точно знаю, что они делают. Я точно знаю, что они делают. Секунду, секунду. И есть часть... Еще один пример. Нет, я еще хочу один конкретный пример. Когда черная метка привела к тому, что эта организация не может выполнять... Вот вы идете собачками брошенными заниматься, а вам говорят, ты американский шпион, что ли? И есть, секунду, и есть часть организации, которые под прикрытием борьбы с проблемами занимаются реально влиянием на общественное мнение, формируют его в негативном, так сказать... А это нельзя, конечно. А это нельзя. Это делается с деструктивными целями. Нет, не государство. Нет, не государство. У нас в этой стране... Организациями идет борьба. У нас процентов 70 частных, извините, СМИ. У нас в стране. Не государство. И не будем мы играть по вашим правилам. Не будем. Вы хотите сделать так, чтобы мы на своей территории играли по вашим правилам. Мы этого делать не будем. Делайте свои правила. Вот и все. Вы, секунду, на самом деле, вот то, что вы говорите, приходите в Америку, делайте нам то же самое, это лукавство. Вы прекрасно об этом знаете. Никто не даст вам там играть. Вы сказали, покупайте акции компании этих самых, Синэн и прочее, прочее. В открытой продаже их нет. Не могу я купить эти акции. Не могу. Почему? Не могу. Потому что это не так. Даже если купите, не сможете влиять на редакционную политику. Поэтому это просто лукавство, как тоже, видимо, одна из форм борьбы за национальные интересы. Секундочку. Вы так конкретно-то не ответили, не назвали конкретно ответить. Иностранных агентов. Потому что не было сказано конкретно, чем это черный метод. Секунду, секунду. Что касается иностранных агентов, вам присвоили, так сказать, это название. Вы считаете, что для вас это... Сергей. Секунду. Вы считаете, что для вас это проблема, да? Откажитесь от иностранных денег. И все. Или, вопрос, вот секунду. Вот ваша экологическая организация, очень честная, хорошая, ей присвоили этот статус. Как конкретно ей это мешает? А, вот. Ее, что в трамвае не пускают. Теперь, если вы жить не позволите. Давай. Значит, вы должны по российскому законодательству проходить аудит. Очень хорошо. Нет, минут, нет, нет. Мы всегда проходили аудит. Не любите, когда ваши деньги проверяют. Наоборот, мы каждый год проходили. Только. Это будет стоить несколько раз больше, потому что никто не хочет связываться из аудиторов с этой ситуацией. Вы не можете проводить лекции, потому что никто не хочет с организацией. Вы так, Сергей, вы так говорите, как будто люди, которые живут в России, не понимают, что они живут в России. Вы меня извините. И что такое черная метка иностранный агент? Пока все, что вы сказали, это, извините, ливика. Нет, совершенно ливика. То есть вы хотите сказать, что в нашей стране, где большинство аудиторских компаний иностранные, иностранные аудиторские компании не хотят работать, у нас большая пятерка работает. Мы работали все с российскими, зачем работать с иностранными? Может, просят в этот хаус купер сказать, что можно, но извините, это не тема штаба для небольших НКО. Исходя из вашей логики, а зачем тогда людям работать с вами, если вы иностранный агент? Вы только что сказали, не хотим работать с иностранными компаниями, и обижать, что не хотят работать с иностранными. Вы про Аудин, говорите, Владимир. А я говорю к тому, к чему приводят на местах. Вот один пример приведу, а название организации из реестра я дам на следующей передаче. Очень коротко. Приводит это к тому, что в одной республике небольшой приходит в организацию, которая... Я вам предоставлю выписку специально, Владимир, ну правда. Тогда, когда предоставите выписку, тогда и расскажите. Приходят в организацию, говорят, вы занимаетесь защитой животных, получаете деньги из-за границы. Но другой организации нашей маленькой республики нет, которая получает деньги из-за границы. Поэтому вы и будете у нас иностранным агентом. Вот к чему это приводит в итоге на местах. Полная чушь. А вы, ну конечно, чушь, в том-то и дело. Полная чушь. А Сергей не привел ни одного примера, кроме актуальной России. Капарнин Николай, политолог. Ну, сегодня мы, конечно, обсуждаем очень важную тему о роли, наверное, гражданского общества в целом, и в частности в Российской Федерации. И действительно... Тема другая, но не страшно. Ну, тем не менее, да, во всяком случае, это пограничная тема. И очень важную роль, конечно, играют некоммерческие объединения в гражданском обществе. Закон, который был принят и который сейчас действует с существенными поправками и изменениями, это было в 90-х годах. И тогда он вызвал очень серьезные дебаты, да, вот как определить, что может делать общественная организация в демократическом обществе. Были серьезные дискуссии, высказывались разные точки зрения. Но, тем не менее, пришли к пониманию того, что финансирование может быть разным, государственным, может быть коммерческим, может быть иностранным, может быть пожертвование физических лиц и так далее и тому подобное. А целевые установки деятельности общественной организации могут быть любые, не противоречащие Конституции и действующему законодательству Российской Федерации. Потом, с течением времени действительно стали проявляться сюжеты, когда вот такое вот размытое законодательство многие иностранные организации, ну, там и государства в том числе, через своих операторов стали использовать с определенной целью. И я с Сергеем здесь вынужден согласиться, что действительно такое было и в 90-х годах, и потом, когда закон заработал в нулевых годах, когда определенные иностранные организации стали финансировать те российские общественно-политические объединения, которые занимались вопросами, скажем так, большой политики. И, безусловно, это привело к тому, что через эти каналы пошло финансирование для так называемой несистемной оппозиции. Это есть, это было, это невозможно скрыть, это истинно, наверное, да. Да, и об этом сегодня идет речь, нет. Николай это не отрицал, он не отрицал, да. Я писал об этом. Совершенно верный вопрос, вопрос, который стоит сегодня, вот, как действительно разграничить мухи от котлет. Мы сегодня много очень спорим, что у нас сегодня нельзя финансировать из-за рубежа те общественные организации, которые занимаются вопросами политики в широком смысле этого слова. Мы вот бьемся уже два раунда, практически не можем понять, какие должны заниматься, какие не должны заниматься. Но для меня, конечно, как для юриста, допустим, совершенно очевидно, что не должна общественная организация заниматься политическим процессом. Для этого у нас есть закон о политических партиях, политических объединениях. Пожалуйста, создавайте политическую партию, занимайтесь политической агитацией в рамках действующего законодательства, в рамках Конституции Российской Федерации. При этом тоже получать финансирование из-за рубежа нельзя. Нельзя. Но с чем я, например, не согласен сегодня, когда начинается вот этот такой вот перехлёст, когда любую организацию, которая получает финансирование из-за рубежа, называют иностранным агентом, я объясню, что это такое, на самом деле, что я с этим сталкивался, и начинают её прессинговать. Особенно, допустим, если в Москве это не очень ощущается, то вот Николай совершенно правильно сказал, что в регионах, там, где всего лишь один, два, три, вот их очень немного, на самом деле, осталось таких организаций, за которыми числится статус иностранного агента, начинается давление. Причём серьёзное, я вам могу сказать, что давление заключается и административное, и финансовое, и налоговое, просто такое, знаете, вот там, проверки всевозможных, там, от прокуратуры до различных, так сказать, ветеринарно-педиологических и других служб. Это, на самом деле, работать становится очень сложно, люди закрывают организации и открывают различные ПЭИ, ЧП и так далее, и тому подобное, просто меняют форму собственности. Поэтому здесь вопрос, на самом деле, серьёзный, насколько вот, по-вашему, Сергей, вот вообще, может быть, чтобы не было такого раздора, да, у нас, давайте закроем вообще, может быть, финансирование иностранной всех неправистых организаций, как вы думаете? Классное предложение. Да. Мне нравится, честно говоря. Ну, вообще, я не знаю, кто как, а я пришёл на передачу, в которой обсуждается слушание в Совете Федерации по поводу, возможно, дестабилизации обстановки в стране в преддверии президентских выборов. Я вот про это говорил. И про это, честно говоря, с самого начала я и пытался, собственно говоря, дискутировать на эту тему. Возможно ли дестабилизация? Да, возможно. Есть ли случай? Есть. Есть ли, так сказать, влияние извне? Есть. А НКО – это просто частная, так сказать, здесь позиция, как один из каналов, по которому эта дестабилизация может стимулироваться. Вот об этом я и говорил. Именно поэтому мы имеем право и будем принимать меры, предвращающие дестабилизацию. А не про коррупцию, и не про кошечек с собачками, и не про экологию и прочее-прочее. То есть, что касается экологов. Есть одни экологи, между прочим, в том числе и у нас, и за рубежом, которые, вот прямо вот, они спать не могут, как вот их волнует судьба Северного потока-2. А что такое с ними случилось, я не знаю. К политике это вроде как-то не имеет отношения. Почему же Северный поток-2 имеет отношения? Извините. Очень большое отношение имеет. Они не говорят ни про Путина, ни про Кремль, они говорят только об экологии. Но вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Так, Николай? Вот об этих организациях мы говорим, так сказать, были экологи у нас, которые в свое время протестовали против строительства турецкого потока, говорили, что никак нельзя вырубать реликтовую рощу, потому что здесь нельзя строить трубопровод, и вообще газ в Турцию идти не должен. Сергей, так как вы относитесь к моему предложению запретить вообще? Я скажу, честное слово, я скажу. Так вот об этих вещах идет речь. Поэтому я говорю, не надо, не-не-не, Николай, поэтому не надо лукавить. О, кто стал обвинять в уходе от вопроса? Мы здесь все, слушайте, мы здесь все взрослые люди, которые не первый год к этой сфере, которые не первый год имеют отношения, имеют опыт, так сказать, различных компаний, прекрасно знают, о чем идет речь. Экологи с кошечками и собачками, это одна вещь. А другая вещь, экологи, которые протестуют, например, против трубопровода и прочее, прочее. Вы же прекрасно понимаете разницу. Вы что, не работали в этой сфере? Вы прекрасно знаете, о чем идет речь. Об этом мы и говорим, о тех, кто маскируется под экологов. Но на самом деле занимается ламгером. Сергей! И ответ на наш вопрос. В принципе, я считаю, что да, можно было бы вообще запретить финансирование из-за рубежа любых общественных организаций. Хорошо. Спасибо за ответ. У меня такая вторая часть вопроса. Вот вы в своем выступлении в первом раунде сказали о том, что... Если этим... Золотой рыбкой. Так, и какая вторая часть вопроса? Если этим организациям, так не должен быть агентом. Если мне дадут слово, да, я скажу. Значит, митинги, которые проводились в последнее время в Москве, это 26 марта, 27-28 мая, направленные против коррупции, против реновации, вы сказали, что они тоже финансируются за счет, возможно, США и каких-то других там иностранных организаций. Ну, когда я сказал, в какой секунде я сказал, что... Нет, не говори. В первом раунде было такое. Секунду, что митинги против реновации, коррупции финансируются... Вы так сказали. Я так сказал. Да, было такое. Я записал. Я записал. Про реновации не было, просто надо про митинги. Просто в Москве... Был конкретный митинг, который назывался «Надоел». Вот это называется передергивание. Он в прямую, господином Ходорковским, через его структуру... Я имею в виду в митинге 26 марта. Но это вы имеете в виду, но Сергей этого не говорил. Я про это не говорил. Слушайте, давайте, ну, тоже вот слушайте себя, меня и так далее. Нет, я понимаю, что вы это имеете в виду. Просто у меня только Сергей этого не говорил. У меня был вопрос такой, да, как вы вообще видите, возможно ли финансировать митинги против реновации из-за пределов Российской Федерации? Из-за пределов Российской Федерации это делать не нужно. Но можно. Но можно. Вопрос, как? Вам нужна технология, как это делается, да? Мне просто интересно, как вот это вот москвичи вышли. Очень просто. 30 тысяч человек, вы существуете в реновации. Сколько вышло человек? Ну, там 30 тысяч, вы на первом митинге. Нет, вас интересует конкретно этот митинг? Этот митинг не имел отношения. Или как организовать митинг в 30 тысяч? Но было сказано, было сказано, что... Я что знакомлю с одной милой девушкой... Митинговая активность москвичей финансируется за счет... Нет, Сергей говорил, что... Я могу рассказать, как я тебя интересую. Вот на телевидении, каждый раз, когда говорят, надо собрать массовку, вопрос время, сколько надо людей и сколько денег. Вот я вам могу собрать без всякой проблемы, достаточно по московским понятиям, приличный митинг. Только на финансирование. Он говорит серьезно. Это не значит, что эти митинги... Каким образом митинг против реновации был профинансирован в США? А Сергей не говорил, что он был профинансирован в США. Поэтому кому вопрос этот задается? Вы можете к себе этот вопрос задать. Я знаю, Гатя Винокурова, которая его организовывала. Она не имеет никакого отношения к финансированию в США. Но как это делать? Она может на вас подать суд за этот вопрос. Я знаю страны, где вопрос создания революционной ситуации является вопросом времени и денег. Это правда. Очень легко. Александр Гурнов... А вот хотите раскачать? Вкачайте, как на Украине, в Мидии. И якобы в гражданские общества. А у нас здесь тоже, посмотрите, сколько в Мидии вкачано, в какие конкретно и как из-за рубежа. Игорь Ментусов. Заведующий кафедрой рекламы, дизайна себя и сообщественностью Российского экономического университета имени Плеханова. А правильно было сказать? Заведующий кафедрой Советской православной церкви. Мне хотелось сказать, но я удержался. Нет, я просто немножко от всех размешиваю, чтобы вы чуть-чуть остыли. К слову говоря, рекламная пауза. Рекламная пауза. Два преподавателя Российского экономического университета имени Плеханова, богослова, еще до революции, они были причислены к лику святых. Поэтому я горжусь тем, что я преподаю в этом университете. Теперь к теме нашей дискуссии. Я с большим интересом, уже тоже второй раз, как и мой коллега, присутствую на данном раунде и слушаю с интересом Сергея Михеева. И я думаю, что в записи с удовольствием я буду это смотреть со студентами, чтобы анализировать, какие методы коммуникации используют профессиональные политики, а именно метод условия манипуляции, смещения смысла и так далее. В хорошем смысле слова. Вы манипулятор, вы сместите свой сон. И в этом смысле слова Сергей, конечно, не исключение. Теперь к сути вопроса. Вот если мы будем говорить о манипуляциях. Смотрите, Сергей, мне кажется, что другое дело, что это ваша позиция. В хорошем смысле слова, вы являетесь профессиональным защитником действующей политической власти. Кто? Сергей Михеев, я имею в виду. Что имеется в виду? Вот вы только второй раз на этом поединке, поэтому вы так говорите, что ничего другого вы никогда не слышали. Вот и все. Возможно. Что имеется в виду? Я говорю про этот поединок в частности. Смотрите, любую критику, как я понимаю, общественную, что такое общественная критика, когда происходит какой-то митинг, и кто-то выступает с критикой действующей исполнительной власти или политической, вы мгновенно переводите в критику режима и намекаете на то, что это попытки свержения власти политической. Примеры есть? Я, при примере, это весь первый раунд, когда вы говорили. Еще примеры. Второй раунд, где вы тоже об этом говорили. Еще примеры, время между раундами, как я понимаю. Дальше. Второе. Вторая, например, это, значит, одна история. Вторая, предположим, вы там говорите про монополию Соединенных Штатов Америки, которая, соответственно, пытается монополизировать весь мир. Я бы с этим согласился бы, но если вы только сделали бы одну добавку, поставили запятую после вашего первого тейса, после вашего второго тейса и сказали, по большому счету, так делают все страны, в том числе и Россия. То есть, что я имею в виду? Я не вижу ни одного метода, ни одной технологии, искренне, вы мне подскажете сейчас, ответьте в вопросе, который использует Соединенные Штаты Америки по отношению к России. Это мягкая сила, НКО и так далее. Вот они используют, потому что они являются, они желают зла России, как известно из того, что я слышу косвенно, из того, что говорите. А вот Россия, российская пропаганда, она белая, пушистая, она такими методами не пользуется. Поэтому вопрос, видите ли вы разницу в методах пропаганды и в методах воздействия, которыми пользуются Соединенные Штаты Америки по отношению к России и методами, которые использует российская внешняя политика в Соединенных Штатах Америки. В частности, Russia Today, который вещает на английском языке, впрочем, по-моему, я не знаю радиостанций американских, которые на русском языке здесь для русской аудитории что-то делают. Я сейчас Европу не имею в виду. Как не знаете, свобода. А почему вы не берете Европу и Санкт-Петербург? Голос Америки. А Европу не имею в виду. Окей, вот вам вопрос. Давайте сначала по первой истории, потому что это было утверждение. Вы говорите, как я понимаю. Но я вам скажу, что вы не понимаете. Вы в этом ничего не понимаете, потому что вы слышите меня второй раз и из этого делаете космического масштаба глобальные выводы. Что я защищаю власти, поэтому любые митинги и критики я всегда против. Это не так. Вот Владимир Соловьев, с которым мы тоже общаемся, в том числе на радио Вести ФМ, где я веду в понедельник и пятницу трехчасовую программу, радиопрограмму, которую вы, конечно, не слышите, не даст соврать, что в каждой практически программе, в каждой я критикую действия правительства, социально-экономического блока и многое-многое-многое другое. Вы видите меня во второй раз и делаете выводы глобального масштаба. В таком случае я вижу вас тоже во второй раз. Могу сказать, а вы, по-моему, агент ЦРУ. Судя по вашим вопросам, судя по вашим, так сказать, методам, по-моему, вы агент ЦРУ. Я буду изучать этот вопрос, который вы задали, чтобы увидеть, да, как вы манипулируете, передергиваете смыслы, используете ложные утверждения под видом фактов, да, и мы будем их анализировать. Это я к тому, что вот это то, что вы сейчас сделали в качестве утверждения, и есть манипуляция. Это означает приклеить клеймо на лоб, совершенно даже не пытаясь разобраться в том, а что же на самом деле. Я против того, чтобы клеить, так сказать, да, вот эти ярлыки, и это важно, поэтому, секунду, ваша первая история, ваша первая история, поэтому я не считаю, там, скажем, злобины или вас, агентом ЦРУ всерьез, и так далее, и так далее. Поэтому ваша первая история абсолютно к действительности не имеет никакого отношения. Это просто результат вашей неосведомленности. А если вы на своей неосведомленности строите еще и лекции студентам, мне жаль ваших студентов, потому что они получают неквалифицированную информацию, и это важно. Теперь, по поводу методов, разница между ними хотя бы в том, что последние 25 лет мы этим не занимались, а занялись только в последние 2-3 года. Последние 2-3 года, есть какая-то разница. Как ответ на действия из Соединенных Штатов Америки. Как я говорю, между прочим, раздавали гранты в свое время на написание нашей Конституции, если вы не в курсе, Земельного кодекса, Налогового кодекса и прочее, прочее. Они вмешивались в государственное устройство Российской Федерации. Делали это напрямую. Мы этого не делали никогда. И на самом деле мы долго бы этого не делали, потому что считаем это непорядочным. А теперь мы вынуждены отвечать такими же способами, но, конечно, не в таком масштабе, потому что у нас просто не договорились. Мы сейчас должны... Россия не Советский Союз, как известно, по методам ведения. Мы сейчас должны... Мы сейчас должны перваться. Можно я вам дам уточнение? Вы, наверное, не слышали. Сегодня как раз и госпожа Захарова, и Маргарита Симонян привели конкретные примеры фальсификации в Сирии одной из самых громких историй, которые СНН выдала, как зазверство режима, белые каски и прочее. Оказалось, ложь. Хочу вам напомнить постановочные кадры во время мусульманского проявления солидарности с жертвами в Лондоне, которые облетели весь мир. Никогда Russia Today не была поймана на постановочных кадрах. Когда вы говорите термин пропаганда, принципиальная разница между СНН и нашими ребятами, что вот наши корреспонденты показывают с места события. Женя Подубный едет, там Саша Сладков находится там в Донецке, а ребята, которые рассказывают СНН и прочее, как правило, с интересом рассказывают о Сирии где-нибудь либо из Бейрута, либо из Истамбула. И когда вы начнете ловить наших на лжи, подавайте на них суд и выиграйте. А по первому сейчас раунд переводите, потом уточните. СНН не является государственной компанией. У вас ничто не является государственным, но все работает на государство. Я хотел бы сказать несколько слов о техническом аспекте проблемы. Мне кажется, что не только мы, но и вообще все человечество, но мы, по крайней мере, говорим о себе, находимся в ситуации явного конфликта, знаете, между эйфорией по поводу развития хай-тек технологий, в том числе интернет-технологий и прочее, прочее, и совершенно очевидными вызовами, которые это развитие несет и нашей безопасности, и функционирование системы обеспечения населения и прочее, прочее. Вот, с одной стороны, интернет, технологии, связанные с интернетом, действительно открыл огромное количество всевозможных возможностей. Стало удобнее управлять, стало удобнее продавать, стало удобнее получать информацию. Но одновременно, как обычно, ничего не бывает такого, за что не надо платить, и платим мы за это совершенно очевидно. Во-первых, а. Раскрытием огромного количества входов в системы нашей инфраструктуры, б. Явными угрозами безопасности, и в. Возможностью, грубо говоря, иностранных и недружеских нам сил работать непосредственно с населением страны, не заходя даже в пределы государства. Я считаю, что это один из самых мощных вызовов 21 века, который стоит, по крайней мере, перед нашей страной. Здесь очень важно найти компромисс, разумный баланс между необходимостью защитить свои национальные интересы и сохранением свободы получения информации. Уверен, что вот над этим надо работать, потому что, если мы будем только бесконечно друг другу рассказывать про цифровую экономику, которая открывает нам какие-то невероятные возможности, которые просто сделают нашу жизнь сверкающей, надо при этом не забывать, что все эти возможности могут быть обрушены в одночасье нажатием кнопки где-то из-за океана или еще каким-то образом. Я уж не говорю о том, что интернет фактически стал сетью, которая любую гадость усиливает в разы и в разы быстрее распространяет, начиная от идеи терроризма и заканчивая всякими криминальными сообществами, которые сейчас, между прочим, крайне активно работают с нашей молодежью, что я тоже считаю явной угрозой безопасности и будущим поколениям и прочее. Так вот, нам придется так или иначе вырабатывать, во-первых, очень понятные, но при этом жесткие и бескомпромиссные меры, изгодательные по ограничению этих возможностей и угроз, и, во-вторых, техническую базу, которая могла бы позволить в нужный момент закрывать эти ворота или открывать их по мере необходимости, так сказать, вот этот вот пробел, просвет регулировать. Кстати, это тоже будет, между прочим, дополнительной сферой для создания собственных хай-тек технологий, оборудования и прочего прочего. Надо выходить из этой зависимости. Мы находимся в слишком большом количестве зависимости от мировой глобальной инфраструктуры, которая контролируется американцами, начиная от финансовой и заканчивая вот этой технической. Это очень серьезная ситуация, которой, мне кажется, надо заниматься. Можно, конечно, здесь спорить, что такое политика Запада, медленный газ там или стремительный тормоз, но совершенно очевидно, что все-таки вот все, что происходит, и такая истерическая движуха, это в том числе сверлиство кризиса, кризиса и внутри Штатов, и в отношениях между Штатами и Европой, потому что многополярный мир уже является данностью. Хулиганим мы, не хулиганим, он уже такой. Все. Уже гегемонии США, как было в 90-х годах, не будет. Ее по факту нету. И именно этим, собственно говоря, все вот эти движения нервические, они и вызваны. Поэтому нравится им там хулиганство, как вы говорите, России, или не нравится, это уже не имеет никакого значения, потому что реальность изменилась. И изменилась фатально, в том числе для США и их проекта глобального доминирования. Они понимают это, пытаются бороться, но на самом деле это у них получается все хуже и хуже. Кстати, одним из объектов и одним из, так сказать, других полюсов, которые мешают американцам объективно, является Европа. Она, по крайней мере, потенцию стать таким полюсом, да? Да, она находится в зависимости, но она имеет потенцию стать таким полюсом. Поэтому, на самом деле, эти все действия направлены против Европы. Ну, про газ мы уже поговорили, а вот по поводу РСМД, например. Вы представляете, американцы действительно выходят из РСМД. Вы упоминали о том, что американские войска оказываются в ситуации серьезной угрозы. Но в ситуации еще более серьезной угрозы оказываются страны европейские. Войска-то можно собрать и увезти или что-то с ними сделать. Страны американцев неинтересны. Ну, в том-то и дело. Европейские страны интересны, но это может быть одним из поводов для того, чтобы шантажировать Европу самим фактом изменения ситуации в области РСМД и таким образом заставлять европейцев, скажем, действовать еще более жестко в русле американской политики. Но, скорее всего, это уже будет плохо получаться. Поэтому, на мой взгляд, это как раз... Да, это все очень опасно, несомненно. Но это, несомненно, является и признаком их кризиса. Поэтому медленно они газуют или стремительно тормозят. Не имеет значения. Мир изменился, они не хотят с этим согласиться, но сделать что-то действительно серьезное для его гармонизации они не способны. Поэтому попытка угрожать, говорить о том, что там Россия является региональной державой, что-то в этом роде, это уже, знаете, хорошая мина при плохой игре. Это первое. Второе. Что касается того, что американцы, вот будет война и прочее, мы должны этого бояться. Вот есть такая страна, как Северная Корея. Вот недавно, между прочим, они замучили, я считаю, ничего хорошего в этом нет, но реально замучили ни за что американского студента. Они его убили, фактически. Мы все привыкли слышать много раз, что Америка своих граждан не бросает, что она за каждого своего гражданина отомстит. Я жду этой войны против КНДР. Где этот мощнейший удар по КНДР? Где эта супервойна? Где все, что происходит, то, что обещал Трамп, а до него все остальные? Они пытаются сейчас нанести киберудар, проблемы не могут найти корейский компьютер. В том-то и дело. На самом деле, вы знаете, противник всегда силен настолько, насколько вы позволяете ему быть сильным. Поэтому призывы к тому, чтобы где-то затихнуть в углу и не отсвечивать, это как раз попытка подыграть противнику. И больше ничего. Я надеюсь, что мы этого больше никогда делать не будем. Я могу сказать вам точно. Еще ни одному хакеру в мире не удалось взломать счеты. Это, говоря, необходимая надежная защита. Пример Украины. Можно? Что показал пример Украины? Мы что, перестали поставлять газ туда? Нет. А что? Они нашим газом продолжают топить. Снижение потребления, подождите. Снижение потребления там вызвано простейшей вещью. Уничтожение экономики. Экономика сократилась. Те предприятия, которые на газу работали, перестали работать. И с отопления люди с газовой переходят на дрова. Вот вам и все снижение потребления газа. А газ потребляют они наш, господин Ситин. Как потребляли они наш газ, так и борются за нашу трубу, и за транзит. Именно потому, что без этого транзита им просто крышка. Вот и все. Украина обошлась. Она не без чего пока не обошлась. В течение трех лет все эксперты российские говорили о том, что да замерзнет, да помрет, да ничего не произошло. Как не произошло? Экономика сократилась, так сказать, в разы. Что-то не произошло, что-то сократилось. Это совершенно другой разговор. Это структурные реформы. Реформы это называется? Знаете, сколько у нас теперь украинцев? Почти столько, сколько мигрантов из Лиги. По крайней мере, украинцы лучше, чем... Это опасная фраза, она звучит достаточно российской. Да, она... Мы же за то, что все люди... Я же не скажу, все опасная фраза. Это тоже был правильный вариант. Несомненно, что для Запада мы всегда были, есть и будем чужие. И, в принципе, я считаю, что, может быть, даже это и хорошо. Иначе бы, может быть, нас бы вообще и не было, если бы мы были своими и так далее. Вы знаете, чужие для них китайцы. Мы вполне свои. Но, что касается того, что вот есть в России там разные башни. Кстати, это здесь говорят про разные башни. А они там услышали уже спустя какое-то количество времени и решили, что это мощное ноу-хау. Надо его как-то развить. Это мы об этом, да. А мы об этом говорили, да? 50 лет назад. Сравнивать эти ситуации невозможно. Почему? Потому что все-таки Запад не единое государство. И Евросоюз не единое государство. Внутри Евросоюза прийти к какому-то пониманию гораздо сложнее, чем даже в США или тем более в России. И что касается возможности повода насчет выборов и прочее, прочее. Именно по этой причине внушить европейцам вот этот повод будет гораздо сложнее, чем это сделали в Соединенных Штатах Америки. Потому что даже на точечных примерах в этом будет очень серьезная проблема. А составить всю Европу сойтись на этом поводе будет крайне сложно. Для этого, между прочим, для того, чтобы такой повод изобрести, они устроили инцидент с самолетом на Донбассе. Потому что это был повод эмоционально значимый, который дошел до всех. А вот хакерские атаки и прочее, прочее, в Европе такая политика не пройдет. Мы можем, сначала про нас, знаете, давайте. Мы можем сколько угодно обсуждать раскол между демократами и республиканцами. О том, какая у них там идея, как она зарождалась и прочее, прочее. Нам важно себя не считать нацией недоделанных. Вот в этом, на самом деле, есть одна из серьезных причин всего того, что происходит. Мы очень долго считаем себя нацией недоделанных. Они себя считают нацией, которая превосходит остальных. Но наша проблема в том, что мы сами себя считаем нацией потерпевших. Вот спрашивается, почему, господин Кедми говорил, а почему наше руководство что-то не замечало, почему мы не говорим? Но мы-то говорим. Говорим много лет, но другое дело, что от нас мало что зависит. На самом деле, все это прекрасно понимают. Но действительно, во-первых, у современной России есть родовая травма, которая случилась с нами во время распада Советского Союза. Как бы ни оценивать Советский Союз, но во время распада ставка нового руководства, новая политическая концепция была построена на том, что с Западом удастся наладить хорошие отношения. И эти хорошие отношения с Западом станут залогом процветания. На это ставка делалась. Это было, так сказать, фундаментальных камней новой по советской и российской государственности. Что вот мы сейчас наладим отношения с Европой и Америкой, и тогда все заиграет другими красками. И тогда мы пойдем вперед. Именно поэтому многие вещи как бы не замечали, в том числе ситуацию с Кавказскими войнами, и первый, и второй, когда секунду. Российская интеллигенция в 19-м веке, и в начале 20-м. Все правильно. Подождите, дайте мне договорить, дайте договорить. Я прекрасно знаю, что было в 19-м, и в 18-м, и в 18-м. Вы здесь и не спорите друг с другом. Мы здесь не спорим. Это ясно. Это давняя болезнь, которая началась за много веков до этого. Но никогда российская государственность вот так откровенно и концептуально не ставила на хорошее отношение с Западом. Никогда этого раньше не было. Это квинтэссенция вот этой всей болезни западнической, многовековой. Мы увидели ее кульминацию именно в 90-е годы. И вот мы, в общем, можно разрушить все, лишь бы наладить хорошее отношение с Западом. Ради этого можно все пустить в тартарары. И этим мы занимались, по большому счету. И, к сожалению, мы до сих пор это не переросли. Потому что у нас все практически люди в руководящем классе, в той или иной степени западники, они убеждены в том, что необходимо, что, во-первых, в том, что мы в чем-то не доделаны. Во-вторых, в том, что обязательно надо наладить такие отношения с Западом. Вы предлагаете добиваться плохих отношений с Западом. Секунду, я вас не добивала, и вас тоже не привела. Это вопрос. А в другой части, есть часть, которая в этом убеждена, ничего не имеет, а есть часть, которая в этом убеждена и уже очень многое имеет с этого. Вот к вопросу о том, почему наши денежки туда утекают. Почему, так сказать, мы покупаем те или иные облигации. Почему люди держат, так сказать, там имущество и так далее, и так далее. Одни, они были когда-то в этом убеждены, а теперь еще это убеждение подкрепилось финансовым фактором. Им просто это выгодно. Они убеждены, что именно так должно быть. Что там с Россией будет, как она, не имеет значения. Лично они на этом построили свое благополучие. И собираются это благополучие продолжать и в будущее. Это одна из главных проблем, по которой, собственно говоря, мы чего-то там не замечаем. По которой мы покупаем все время американские ценные бумаги, постоянно надеемся им что-то объяснить. Действительно, мы им ничего никогда объяснить не сможем, потому что объяснения они вообще не приемляют. Это про нас. Так вот, может быть, знаете, не было бы счастья, но несчастье помогло. Да, фильм по поводу Путина, который делал стол, он великолепный. Его посмотрели очень хорошо. Но то, что они среагировали на него вот этими инициативами, ну, в том числе, понятно, что инициативы готовились давно, но то, что они на него среагировали именно так, должно быть для нас уроком. Никакое разъяснение, даже напрямую входящее, так сказать, на американский интерпункционный рынок, не изменит ситуацию настолько, чтобы она стала разумной. Это первое, что касается про нас. Второе, что касается их, все-таки, тем не менее, ну, тактически понятно. Во-первых, они делают все для того, чтобы встреча Трампа и с Путиным не увенчалась ничем. Трамп не сможет вообще ничего делать, если вот эти все санкции будут приняты. Разговаривать будет не о чем вообще. Это абсолютно будет невозможно. Но одновременно с этим, честно говоря, такая жесткая позиция. Ясно, сжиженный природный газ, ясно, что давление на Катар тоже связано с этим, потому что Катар частично, по крайней мере. Катар основной поставщик сжиженного природного газа. В том числе, да, поэтому он конкурент. Хотите, не хотите, он конкурент Соединенным Штатам, если они собираются этот рынок завоевывать. Но кроме всего прочего, хотя он поддерживает террористов, это правда и все такое прочее. Но кроме всего прочего, я могу сказать, что все-таки мне кажется, что вот такое жесткое давление Соединенных Штатов Америки говорит о том, что они потеряли гибкость. На самом деле это все равно кризис. Их жесткое давление на Ближнем Востоке, да, привело к хаосу, но не привело к достижению тех целей, которые они перед собой ставили. Потом, после этого, уже появилась теория управляемого хаоса, что вот, ну, американцы таким образом достигают таких-то и таких-то целей. Но мне кажется, изначально цели были совершенно иные. И они достичь их в полном объеме не смогли. А потом стали перестраиваться. Вот это жесткое давление на Россию, которое совершенно не приемляет никакой, так сказать, гибкости, совершенно не собирается как-то трансформироваться, мне кажется, тоже означает, на самом деле, концептуальную слабость. И я думаю, что это определенное свидетельство кризиса внешней политики СССР в Америке, потому что на самом деле ожидать от России, что она приползет на пузе, или ожидать от России того, что она вот развалится сама по себе, абсолютно бессмысленно. Этого не произойдет. В 90-е годы сработало. Сработало, но не это. Сработало, но не это. Все-таки, на мой взгляд, 90-е... Но СССР распалывается. Все-таки, на мой взгляд, все равно, вот здесь, при всех моих расхождениях, может быть, с людьми из либерального лагеря и так далее, все-таки основные причины были внутренними. Внешне, в ходе, так сказать, распада Советского Союза, внешний фактор их стимулировал, внешний фактор присоединился к этому в нужный момент. Да, они это готовили, но основные причины были внутренними. Почему я начал с нас? Потому что вот этот внутренний комплекс неполноценности помножен на чью-то заинтересованность материальную. И есть одна из главных проблем, по которой мы можем проиграть еще раз. А не то, что делают американцы. Можно пословить. В милитарском направлении не продвинемся в ближайшее время. Что вы предлагаете? Регулярно сдаваться? А может, для начала свои деньги оттуда забрать? Но они завтра примут закон, подождите, они завтра примут закон, запрещающий возвращать России ее деньги. И что мы скажем? Работать надо с теми партнерами, которые готовы нас слушать. А может, надо деньги тогда вкладывать в те экономики, которые готовы? Деньги вкладывают. Вошло. В отечественную экономику. Вот я согласен. Мне кажется, мне иногда кажется, может быть, у меня какое-то такое уличное воспитание, я уж не знаю точно. Предлагаете бить первым? Нет. Цитирую Путину. Иногда так тоже было полезно. Но очень часто, недостаточно часто, когда я встречаюсь с людьми академических взглядов, у меня такое впечатление, что они не понимают простой вещи. Есть такие люди, я с ними лично встречался, в разных обстоятельствах, которые отношения человеческие с вами воспринимают как признак слабости. Правда. А никак, они никогда не оценят ваше благородие. Увы. И я таких людей видел в огромном количестве. Ну так что это? Это правда. Секунду, нет. Это призыв трезво смотреть на вещи. Я за трезво. За трезво. Невозможно. Невозможно. Вот здесь вот только что говорил, да, об интеллигенции, там, 18-18. Слушайте, ну сколько веков можно искать вот этих прекрасных людей на Западе, которые готовы к контакту с нам? Ну сколько еще веков надо? В мае 45-го в Берлине всех нашли. Все, стена, вышки, собаки. Нет, нет, послушайте, простила вышки, собаки сказали вы. Кто ставит стену вышки и собаки? Но если там некого искать, нормальных людей там нет. Но их ставит Запад, а не мы. Не мы закрываемся от Запада, а Запад закрывается от нас. Не надо помогать желающим с той стороны родиться. Не надо делать, что ничего не происходит. Подождите, а что вы предлагаете? Сдаться? Нет. То есть это партнер в высоком смысле? Кстати, сегодня большой праздник. Я не знаю, правда это или нет, но прорыв в истории человечества в Колумбии разрешили брак между тремя мужчинами. И лошадью. Пока нет. На такое они пока не додумались. Это, я думаю, будет следующий шаг. По поводу все-таки диалога. Ну, красиво очень. Ответить, в том числе, господину Станкевичу, слушайте, я не знаю, может, я сам себя не слышу, можно отмотать записи, посмотреть, да? Я не призывал никого к тому, чтобы демонизировать всех, кто есть на Западе, и к тому, чтобы вообще не вести никакого диалога. Я призывал к тому, чтобы трезво относиться к тому, что происходит, чтобы, так сказать, бесконечно не рассказывать самим себе, какие мы плохие, и что нас не слышат только потому, что мы недостаточно хорошо объяснили свою позицию. Это не так. Мы достаточно хорошо объяснили свою позицию. Мы сделали все шаги навстречу. Мы предприняли все, что можно практически предпринять, отдав почти все. В конце концов, мы отказались от того, что 300 лет завоевывали, по крайней мере, поколение нам предшествовавшей. Мы просто отдали, слушайте, назовите мне еще в истории, в мировой истории такой подарок. Назовите мне еще один случай, чтобы вот такой подарок был просто подарен нашим оппонентам, конкурентам и так далее. Что еще надо сделать? Действительно, надо утопиться в Северном ледовом океане. То не скажут, что мы не так утопились. Экологически нечистенько. Цивилизованные люди так не топятся. Вот. Вот в чем проблема. В этом проблема. А ботиночки снять. Нам надо от этого избавиться. Вот, например, вы сказали, что, вы сказали, господин Корнил, что вот наши дипломаты, они говорят, что мы такими методами не работаем. А знаете почему? А в том числе поэтому и не работаем. Потому что мы считаем, что надо договориться с правящими элитами. Надо понравиться правящим элитам. Надо достучаться до них, а все остальные, оппозиции, и прочее, мы в них не вмешиваемся, чтобы нас потом не обвинили, не дай бог, в том, что мы с этой оппозицией работаем. Между прочим, мы так Украину про... Да, вот именно так. Вот именно так, понимаете. Потому что установка была такая, вот господин Корнилов всегда говорит, установка была такая. Общаться надо с теми, у кого есть деньги. Общаться с теми, кто держит, так сказать, власть сегодня в руках. Общаться с теми, с кем можно разговаривать на этом уровне и так далее, и так далее. А делать надо было по-другому. В том числе это происходило, опять же, от своей внутренней убежденности, что мы все делаем не так, что мы раньше все делали не так, и что мы вообще по-другому делать не можем. И единственное, что мы можем сделать, это встать в очередь и терпеливо ждать, пока на Западе кто-то откроет это единое окно и примет у нас справочку про то, что мы полноценные. Это действительно многовековая болезнь, но действительно вот в 90-е годы мы живем в период ее кульминации в российской истории. Я абсолютно против того, чтобы демонизировать... И мы знаем кульминаторов. Да. Я против того, чтобы демонизировать людей на Западе, против того, чтобы демонизировать Запад, как таково. Я не говорю, что это мрак и прочее, прочее. Не надо строить стену, кидаться бомбами через эту стену и прочее, и так далее, и так далее. Но не надо друг другу забивать голову вот этими душеспасительными разговорами, а что, вы знаете, надо искать контакты. А что, система про, это не стена? Вы знаете, пока ничего не делаете, ничего не говорите, резких движений давайте не будем делать, давайте будем искать контакты. В следующем эти контакты, где они? Ничего подобного. Вот что подобное? Даже близко ничего подобного. Вообще ничего. Вообще ни о чем. Сергей, так дело ты что будем? Образ со будущего какой? Так я ж не министр. Были бы вы министр, вы бы не пошли на общественную дискуссию, а сказали бы не вашего умодела, холопа. Мы вам потом расскажем, как вы будете жить. Владимир, вот я бы точно пошел бы на общественную дискуссию. Если вы были министры. Да, это 100%. Но в этом-то и проблема. Вот вы только что сказали, что, похоже, люди в правительстве не так видят будущее и так далее. Мне кажется, проблема в том, что они безнадежно устарели. Как это ни странно покажется, люди, которые находятся у нас, так сказать, у руля экономических процессов, и которым как раз кажется, что они очень модные, продвинутые и развитые, которые как раз ловят вот эти вот тренды и считают, что в этих трендах есть какое-то сакральное знание, и если мы вот эти тренды сейчас как-то, так сказать, за ними увяжемся, будет очень здорово, они безнадежно устарели. Потому что, если честно, мне кажется, они не способны мыслить теми категориями, о которых мы здесь говорим. Они не способны мыслить вот таким проектным будущим России. Им это неинтересно. Если честно, они все, мне кажется, плотят плоти 90-х, когда была одна единственная задача – обогащаться максимально быстро и максимально эффективно. И вот это обогащение, оно само собой потом как-нибудь решит задачи всей страны. Косвенно, в этом свидетельствует то, что мы не слышим о них никаких новых рецептов. Но новых рецептов нет. Если честно, большинство из них мне лично видится людьми профнепригодными. Во-первых, говорить 20, ну, скоро уже почти 30 лет одно и то же, при этом не замечать, что эти рецепты не дают хорошего результата, может или человек, который профнепригоден, или тот, кто манипулирует сознанием. И в-третьих, так сказать, еще, мне кажется, простая вещь, чисто по-человечески – они сами неплохо устроились. Когда у вас нет никаких проблем, тогда как раз и вот эта самая концепция будущего, о которой вы говорите, сделать завтра чуть лучше, чем сегодня, она работает идеально. Если вы… Сегодня ты министр, а завтра вице-премьер. То есть, если вы сегодня уже, так сказать, абсолютно в шоколаде, понимаете, это же чисто человеческая вещь. Давайте опять не будем вот тоже друг друга убеждать в том, что вот там какие-то полубоги, там тоже обычные люди. И жизненный путь многих из них нам с вами хорошо известен. Кто-то из вас просто был вместе с ними как бы в это время рядом, да? Ничего особенного на самом деле в этом такого уж прям сверхъестественного нету. Так вот, им тоже не чуждо все человеческое. Они неплохо устроились в этом формате. Более того, некоторые устроились просто прекрасно. Поэтому для них небольшое улучшение сегодняшнего дня и есть настоящее будущее. Годится ли это для страны? Нет, не годится. Мне очень понравился подход МЧС, руководителя, который предложил штрафовать Росгидрометцентр за неточные прогнозы. Я подумал, что если это кардинальное предложение перенести на Минэкономразвитие, столько денег в бюджет пойдет. Это просто что-то нереальное. Но это же сама идея финансировать за неточные прогнозы. Один Улюкаев бы обогатился. Но не обогатился он и так, а вот казно обогатил бы точно. Потому что он каждый раз сделал очередной прогноз, а я оказывался неправ. Как всегда, экономисты заморочили нам голову. Американец пытается сказать, смотрите на Америку и Китай, копируйте. И вот пытайтесь угадать, как они. Тогда надо учиться всем на президентов и футурологов. Дело-то что? Какой образ будущего? Ну вот опять дело-то что? Зачем такой вопрос ставить? Нет, чтобы что-нибудь... Более такое обтекаемое. Не, ну вот, честно говоря... Честно говоря, так сказать, мы тут уже съехали с таких прикладных моментов на концептуальное. И здесь вот, что лично для меня является... Я буду говорить о том, что лично для меня является важным в будущем. Станем ли мы, на самом деле, подражателями в вечной погоне за горизонтом, в этой вечной гонке за производство новых технологических штучек? Или всё-таки действительно мы сможем показать что-то интересное? Потому что вот даже господин Злобин здесь говорил, будем ли мы привлекательной страной? На самом деле привлекательные страны – это не те, которые штампуют гаджеты. Чем привлекательный Китай? Своим ВВП, отнюдь, своей культурой древней. Он привлекательный теми идеологическими и философскими концептами, которые там имеются. А не только тем, что, так сказать, он делает огромное количество вещей. Почему нас Запад всегда опасался? Потому что мы экономические конкуренты? Да нет. Потому что у нас только военная сила? Тоже нет. Потому что, на самом деле, Россия в разные периоды своего исторического развития давала некую альтернативную модель жизни. И вот эта альтернативная модель жизни – философская, религиозная, концептуальная – она на самом деле и является самым главным привлекательным моментом той или иной цивилизации. Всё остальное, в том числе технологические вещи, являются прилагательными. Да, конечно, цивилизация должна уметь защитить себя. Да, она должна создать своим людям достаточно успешную среду обитания. Да, она должна уметь производить и то, и это, и пятое, и десятое. Но, тем не менее, только вещи, только новые технологические штучки цивилизацию не делают. Вообще ничего не дают. Это не цивилизация. Поэтому, мне кажется, сейчас как раз идёт борьба в нашем обществе между тем, чтобы перестать быть цивилизацией и скатиться к бесконечным биржевым спекуляциям, погоне за нажиманием на кнопки, за производством тех или иных гаджетов. И между тем, чтобы всё-таки остаться цивилизацией. И в этом новом времени показать что-то интересное и новое. Вот здесь господин Кучевский говорил о справедливости и о том, что это является извечной тягой российского общества. На самом деле, это тоже один из элементов цивилизационной идентичности. Я бы не стал абсолютизировать эту вещь, но это один из элементов. Так вот, борьба за цивилизационную идентичность, способность её защитить и обеспечить тем, кто внутри неё достойное более-менее хотя бы существование, это и есть главная и важная цель. При этом, мне кажется, крайне важно понять, что всё-таки человек в будущем ощущает себя счастливым или несчастным не только, и это может быть даже не столько от того, сколько у него есть вещей или денег. Сведение только к этому, на самом деле, ведёт нас в бесконечный тупик и более того, к саморазрушению. Потому что люди, которым вы в качестве цели задаёте определённое количество денег или вещей, всегда будут недовольны. Всегда. Вот, наверное, сейчас большое количество, в том числе тех, кто протестует, на самом деле живут гораздо лучше тех, кто жил до них в 90-е, кто жил до них в советское время, но они недовольны. Они недовольны и будут недовольны, я вас уверяю, потому что вот эта погоня за горизонтом делает человека, знаете, хомо недоволюсь, я уже не знаю, как это по латыни, человек вечно недовольный. Вот типаж современного мира, потому что ему внушили, что погоня за горизонтом является бесконечной. Поэтому мир, да, достойный лучший, и при этом совершенно невозможно удовлетворить его потребности. То есть они неудовлетворимы, эти потребности неудовлетворимы, потому что всегда ему можно дать новую картинку, в которой он будет выглядеть сам для себя обделённым. Так вот, секунду. Я недовольный. Да по вам видно, Никита. Секунду, секунду. Так вот, собственно, я закончу сейчас. Так вот, собственно, мироощущение специфическое, цивилизационное является одним из элементов картинки будущего. Поэтому я за классическое образование. Поэтому я за духовное развитие. Но поэтому вы философский факультет закончили. За все эти вещи, потому что на самом деле одно от другого неотделимо. И социальное поведение, и мироощущение является неким, так сказать, конгломератом вашей духовной составляющей, и вашего образования, и вашей материальной состоятельности. Если вы одно из этих убираете, вы тут же становитесь, так сказать, недоделанными. У вас всегда будут проблемы. И вы сказали очень правильную мысль. Вы, Владимир Владимирович, недовольны многими действиями правительства? Нет, нет, нет. Что же недовольны? Нет, нет, нет. Не одно и то же. Сергей, вы затронули... Есть люди вечно недовольные, у них вечное недовольство является смыслом и способом их жизни. Но я уже 26 лет недоволен тем, что происходит в экономике. И тем не менее, это разные вещи. Сергей, вы очень интересно, мы сказали насчёт привлекательности. Вот Николай Васильевич говорит о привлекательности. Но мне кажется, что мы с вами сойдёмся в том, что государство должно быть привлекательным, в первую очередь, для своих граждан. Да. Если государство не привлекательно для своих граждан, то какая разница, привлекательна оно для окружающего мира или нет? А чтобы быть привлекательным для своих граждан, государство должно решить очень базовые вопросы. Оно должно не декларативно, а на самом деле поставить человека в центр. Поэтому мы говорим о бедности, поэтому мы говорим о образовании, поэтому мы говорим о здоровье. Справедливость категория неопределяемая. Это очень опасно. Каждый раз, когда мы играем, это ощущение. Каждый раз, когда мы начинаем играть в справедливость, мы всегда уходим от законности. Но государство это когда обеспечивает, в первую очередь, что человек защищен. Защищен. Это и есть справедливость. В том числе от произвола. Нет, это не есть справедливость. Ну как это нет? Очень просто. Справедливость это когда нутром чуя у гад, надо у него глаз отобрать. Это справедливость. Но это еще и от концептуальной вторичности. Вот в чем дело. Потому что мы все время догоняем Португалию какую-то. У них внутренний комплекс абсолютного убеждения. У них внутренний комплекс цивилизационной неполноценности. От этого они не способны к проектному мышлению. Потому что им никакие проекты не интересны. Они постоянно хотят на что-то вписаться. Постоянно хотят соответствовать тому или иному тренду. Но это результат по 90-й. Да, да. Или в голову. Вот поэтому люди и перестали. Да, перестали. Потому что честный вообще есть ответ. Перестали доверять государству. Потому что на самом деле государство сказало им, вы неполноценные. Вот как надо. И тут же лишило огромное количество людей способности проектирования этого самого будущего. Даже на личном уровне. Нашило им неполноценность. Поэтому с этим проектированы такие проблемы. Потому что да, есть несомненно достижения, которые надо перенимать и все такое прочее. Но тем не менее, отсутствие... Да, инфантилизм. Это подростковое сознание. Совершенно верно. Подростковое сознание. Отсутствие способности к самобытному проектированию, к самобытному творчеству, это является одной из проблем в преодолении экономических трудностей и так далее. Потому что даже можно и материально было бы мыслить, но при этом, если вы не способны к самобытному творчеству, вы всегда будете, так сказать, обречены на подделку, причем подделку дешевую. Продолжение следует...